Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео я хочу посвятить своим пустым баночкам. Я думаю, что это все еще будет июнь. Во всяком ночи записываю я это видео в июне. Баночек накопилось много, и я знаю, что видео про пустые банки, они довольно популярны. Я постараюсь говорить быстро и какую-то более важную информацию увешивать просто в дополнительных здесь окошках, чтобы вы сразу же могли понять, о чем речь, что хорошего или что плохого в этих средствах. Первое средство у нас это ампула с гиалуроновой кислотой провитамином В5 от фирмы Коза Рекс из их линейки Hydrium. Вы знаете, что фирма Коза Рекс давнишняя фирма корейской косметики, помечена она как Cruelty Free, она веган. У Коза Рекс часто хорошие составы, нацеленный этот бренд на людей с чувствительной кожей, с проблемной кожей, часто на кожу с акне, но линейка Hydrium меня честно разочаровала, несмотря на то, что внешне здесь все здорово, мне очень понравился дизайн такой лаконичный, мне нравится стеклянная бутылочка, мне нравится капельный дозатор, все замечательно, легкая текстура, не липкая, с макияжем хорошо сотрудничает, но увлажнение не дает. Мне не хватает, то есть, может быть, если вы помоложе, то линейка Hydrium вам зайдет, но для возрастной кожи, мне кажется, что недостаточно, то есть, это средство, ты пользуешься им и чувствуешь, что что-то не дотягивает, что-то не хватает. Это именно Коза Рекс Triple Hyaluronic Moisture Ampoule, поэтому вторично не планирую брать. Закончилось у меня Vital Treatment от Blythe, это 5 Energy Roots, это 5 энергетических корней, я говорила, что мне больше понравились 8 Nourishing Beans, 8 питательных бобов, и было целое видео про первые эссенции от Blythe, но я хочу сказать, что вот эта эссенция идеальна для тех, кто любит средства с легким-легким ароматом, с приятной легкой текстурой, нацеленных на увлажнение. Эссенция первого этапа, это вообще те средства, которые вы подбираете по основному запросу кожи, эссенции первого этапа могут потенциально заменить тонер, но могут наноситься и до него. Легкая текстура, дружба со всем вашим остальным уходом, вообще никаких конфликтов никогда не было. Blythe, вы знаете, одна из моих самых любимых фирм, и если вам нужно дополнительное увлажнение, это оно. Дальше у меня закончился вот этот тонер от фирмы Innisfree. В целом я люблю фирму Innisfree, их уважаю. У них бывают, конечно, там косяки какие-то с составами, но тем не менее. Здесь в составе экстракт овсяных хлопьев, но тонер у меня полностью закончился, он был вязким. И такой, знаете, тонер на четверочку. Ну, в принципе, из-за его бюджетности ничего большего от него я и не ждала. Такой базовый средний тонер мне, если честно, понравилась упаковка. Я поэтому решила, что я просто хочу попробовать эту линейку. Многим нравится линейка из этой же серии, линейка с черникой. Но я почему-то решила взять овсяные хлопья. Хороший базовый вязкий тонер. В противовес вязкому тонеру у меня был и тонер совершенно-совершенно водянистый. Это тонер Изент 3 Green Tea Fresh Toner. Здесь замечательный состав. Знаете, как часто бывает, мы все говорим, да, надо разбираться в составах, надо уметь читать составы. И, вы знаете, бывает так, что я читаю составы, мне все нравится. Тут вообще все хорошо, а средства не нравятся. Здесь есть экстракт зеленого чая, здесь есть экстракт гинкобелопа, здесь есть гидролизованная гиалуроновая кислота, здесь есть алмонтаин. Ну, чего только нет. Но нет вязкой текстуры, которую я люблю. Зато есть запах зеленого чая. И вот это отсутствие вязкости, ну, какая-то полная-полная водянистость, она мне не дает ощущения комфорта. Мне не хватает. То есть, может быть, я уже в свои 35 уже настолько вот перешла какой-то, у моей кожи перешла какой-то грань, да, что достаточно увлажнения или недостаточно. Вот с этим тонером совершенно недостаточно. И несмотря на то, что от Изент 3 мне понравилась ампула с гиалуроновой кислотой, ну, тонер нет. Говоря про ампулы Изент 3, попробовала я еще и ампулу с полынью. Было, кстати, отдельное видео прям про полынь. Это ампула классическая тоже, стекло, капельный дозатор, легкий запах полыни. Для тех, кто любит травянистые запахи, это просто ароматерапия в чистом виде. Очень легкая эссенция, прекрасно впитывается, под макияжем хорошо работает, дает хорошее увлажнение, но покраснение убирает на четверочку. То есть, если вы надеетесь на какой-то быстрый эффект, то быстрого эффекта не будет. Скорее всего, эффект, если будет, то накопительный. В целом, средство хорошее, но хотелось бы мне более такого быстрого результата. Говоря про быстрый результат, если мы с вами подразумеваем раздражение кожи, допустим, покраснение кожи в том ракурсе, что вы находитесь в душном помещении, вы находитесь в помещении с отоплением, и вам нужно побыстрее снять вот эту красноту, тогда мист Time Revolution с полынью как раз работает в таком ключе. У меня он полностью закончился, здесь хороший мелкодисперсный дозатор, ну, надеюсь, на видео будет видно. И вот он такие покраснения снимает. Если мы говорим про покраснение кожи как какая-то розоцея, может быть, акне, прыщички, то тогда, скорее всего, подойдет вот эта Magold Essence Essence с полынью от I'm From. Здесь, как пишет производитель, 100% экстракт полыни, но на самом деле здесь есть еще и консерванты, которые по какой-то причине производитель имеет право не указывать. Мы как-то говорили об этом с вами в Инстаграме, на моей странице. Но I'm From фирму я люблю, уважаю, и здесь накопительный эффект будет очень-очень хороший. Эссенция приятнейшая, она не водянистая, она такая более вязкая, но не совсем, да, то есть не ждите тонер Пин Камью и вот такого плана, текстуру не ждите. Запах, я вот, честно, обалделю. Мне как-то делали массаж с полыни, массаж травами, это было просто божественно. Хорошая линейка от I'm From. Я, ну не знаю, пока не буду покупать вторичную, потому что много было у меня полыни уже в уходе, но за I'm From я всегда слежу. У них вышла новая линейка, кстати, с инжиром, по-моему. Прямо я так хочу попробовать. Скорей бы eBay уже сделал бесплатную доставку, ну сколько можно. Друзья, извиняюсь, если будете слышать какой-то посторонний шум. Вот с Эля Ви, понимаете, я решила снимать видео и пришли дядечки покосить траву. Ну что такое? Так, закончился у меня еще кушон. Это фирма Sixteen Brand SPF 50 PA++ у меня в цвете Light Beige. Здесь есть минус такой небольшой этого кушона. У него всего 2 тона, 0,1-0,2 и все, привет. Большой кушон, большая такая упаковочка. Некрасивая, ну как, ну просто розовая. Такая девчачья, знаете, не босс пришла с таким кушоном. Каплевидный здесь спонж. И кушон был супер. Просто супер. Вот я так скучаю по нему, мне так обидно, что он шел без сменного блока. Это вообще легкое такое сияние. Легкое покрытие, которое можно наслаивать, но я все время наносила только в один слой. Я скучаю. Хочу купить еще раз сменный блок, но если его не будет, прям буду покупать опять цельный. У Sixin Brand нету никакого желтого-серого подтона. Если подтоны есть, то такой более розоватый, который вот к моему типу кожи подходит, ну ура. Я была просто довольна на все сто. Закончился у меня крем, точнее не у меня, я его отдала своей маме от Labno. Но Серо Апертайт Крем это крем с керамидами и с пептидным комплексом. Что нужно сказать? Крем для возрастной сухой кожи. Я бы вот так его определила. Я просто не смогла им пользоваться. Буду с вами честна. Мама, я вот прошу ее заканчивать средство и чуть-чуть не оставлять для съемки. Но это видимо какая-то старая закалка, она вот просто ни в какую не оставляет мне ничего. Но я его пробовала, я его помню. Слишком жирная для меня текстура. Это знаете, такой прямо хороший, такой детский крем. Советский такой. Я не могу, просто не могу нанести на поверх такого крема макияж невозможно. Лечь спать с таким кремом на лице невозможно. Я как-то не впечатлилась. Но мама была в восторге. То есть вот ей постоянно не хватает питания. Ей кажется, что у нее все, она говорит, у меня кожа все съедает. Прям вот я нанесла крем, через 3 минуты я ничего не чувствую. А вот этот крем она чувствует, и это ощущение ей приятно. Мне неприятно. Так что вот такой крем. Так, закончился у меня еще Ato Soothing Gel, успокаивающий гель от Illyune. Я использую его как крем для тела. Я вообще изначально смотрела видео про легкий пилинг, который девочки делают с помощью этого крема. То есть просто наносят, грубо говоря, этот крем. И потом начинают его вот так вот растирать на коже. Но я не смогла его вообще на коже лица терпеть. Я не знаю почему. Здесь написано гель, но он какой-то такой кремовый гель. То есть не могу, не нравится мне это ощущение. Поэтому использую его на тело. Ждала, ждала, пока закончится. Слава богу, закончился. И выбрасываю. Вот Illyune, мне кажется, я говорила уже об этом средстве. Но если я повторюсь, вы меня простите, это барьерная эссенция с пробиотиками от Illyune. Очень сильный запах, это минус для меня. То есть вот все вот эти средства я сейчас понюхала, и у них легкий запах. Здесь прямо резкий, такой сладковатый запах. Для меня сначала это был такой пункт, который просто перекрыл, мне кажется, дорогу для меня к этому средству. Но потом мне стало как-то обидно, все же я его купила. И я стала пользоваться им зимой, когда похолодало. И вы знаете, супер. Когда я смогла привыкнуть к этому запаху, использовать вот эту барьерную эссенцию под крем, было так приятно. Но сейчас на лето, конечно, ее брать нельзя. Но в целом это замечательное средство от Illyune, одно из лучших. Закончилась у меня прессованная сыворотка тандра чага. Надо как-то вообще-то собирать банки, потом вот так сложить их, чтобы вы видели, сколько у меня таких баночек копится. Вы знаете, что если смотрите меня долго, то, конечно, знаете, что это один из моих самых любимых кремов. Прессованная сыворотка с экстрактом чаги. С экстрактом березового гриба. Или гриба. Гриба. Я писала прям целую статью, было отдельное видео. Если вам будет интересно, обязательно посмотрите. Но прям фаворит-фаворит. Я купила его маме, и она тоже в восторге. Купила я, уже не помню почему, но купила вот этот крем от фирмы L.N.C. Здесь интересный состав. Здесь и золото в составе, на самом деле. Но у меня есть знакомые реставраторы, девочки-реставраторы позолоты. И у них эта позолота постоянно вокруг них летает, они и дышат. Она попадает иногда, наверное, думаю, и на кожу, и в рот. Но никакого эффекта они говорят, что не испытывают. Поэтому мне кажется, что золото в косметике, это так все очень, очень придумано. Но, может быть, я не права. Этот крем очень понравился. Вот что я хочу вам сказать. Это был бюджетный крем. У него текстура такая, ну а-ля баттер. А-ля. Такой легкий баттер. Вот так я бы сказала. Настолько он мне понравился, что я решила купить себе еще один крем от Элленсилия, но другой серии. И он уже не такой, замечательный, девочки. А вот этот просто супер. Поэтому, если бюджетный крем для кожи вокруг глаз вы ищете для питания в этой зоне, не для убирания морщин, потому что, не знаю, нету пока такого крема, не убирает морщины. Но для питания в этой зоне замечательный. И он именно такой анти-эйдж, интенсивный. То есть, если вам 18 лет, не надо. Из декоративной косметики Roman D, мой любимый тинт в цвете Fig Fig. Жду, не дождусь, когда придет мой новый тинт со Style Korean. Тушь у меня закончилась Fresh and Big Mascara от The Face Shop. Никакая не понравилась совершенно. И закончилась еще у меня тушь Cleo Professional. Называется тушь Super Proof Mascara Long Curling Kill Lash. Друзья, беда. Просто беда. Я так не привыкла смывать макияж с глаз отдельным средством. А вот эта Super Proof, я не знаю, как я ее купила, она не смывается вообще. Просто никак. Здесь, на самом деле, такая интересная, очень тоненькая кисточка. Довольно удобно ей, на самом деле, тушь наносить. И хорошо тушь смотрится на глаза. Хорошо, я ничего не хочу сказать. Но смыть, если отдельного средства нет, жесть. Беда, вечер испорчен. И еще у меня есть два средства. Их сразу же вам покажу. Где сработала моя карма упаковки. У меня есть какая-то такая проблема, что у меня часто ломается упаковка. Не знаю почему. У меня сломалась упаковка вот этого замечательного дезодоранта, на который много хороших отзывов на iHerb. И вообще люди говорят, что это один из лучших дезодорантов. Он называется Real Purity. Мне он тоже нравился, когда я только начала им пользоваться. Честно. Но потом у меня заел ролик. То есть ролик двигается, а средство не выливается. О, начало выливаться. Друзья, магия Ютуба. Правда, вливается. Фантастика. Оставляю. Вообще, хотела выбросить, представляете? Так, ладно. Но здесь-то точно уже, мне кажется, Ютуб не поможет. Сломался. Не поможет? Да, думаю, что не поможет. В общем, буду выбрасывать. Сломался у меня крем для тела от фирмы Dr. Jart. Крем для тела Keramedine. Хороший такой питательный крем. Я считаю, что он переоценен. Мне кажется, что он слишком дорого стоит для того, что он из себя представляет. Ну, потому что Dr. Jart, очевидно, и Keramedine. Буду выбрасывать, к сожалению. Вот столичка, наверное, осталось. Я не знаю, как ее разрезать. Чем? В общем, скорее всего, выброшу. Так, это я показала, это я показала. 17 минут уложилась. Так, 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 так. Что еще? А еще вот что. Друзья, надо просто потом еще заснять, каким удовольствием я все это выбрасываю. Смотрите, что здесь? Здесь закончившийся... Я надеюсь, я одну оставила. Да, я-то молодец, я-то знаю, что мне надо снимать. Это ватные прямоугольнички корейские. Многие вообще любят их. Я не понимаю. Я вот долго не пользуюсь ими. Потом мне какая-то коробка понравится. Я решу купить. Покупаю, пользуюсь как бы насильно, потому что я же купила, но вообще не вижу в них смысла. Я использую... Вообще, зачем их использовать? Я их использую для тонера. Можно использовать для масочек, да, то есть нанес тонер, приложил, 15 минут сижу. Но я так не делаю, как-то это не в моей рутине. А используя для тонера, я уже давным-давно, уже много-много лет наношу тонеры, даже самые невязкие, наношу просто руками. Мне жалко того количества тонера, который этот ватный квадратик, этот ватный прямоугольничек впитывает. Но если для масок, то хорошо. Они такие плотненькие. В принципе, мне понравились фирма Aritaum, от которой я уже давно ничего не покупала. Но и упаковка меня радовала, такая вот здесь яркая. У меня закончились два маленьких набора. Hera и Sulvasu. Sulvasu сейчас пользуется моя мама, уже заканчивает. И вот этот Hera. Что хочу сказать, что тут уже ничего нет, честно, все закончилось. Если вы планируете поездку, не знаю, сейчас кто-то планирует куда-то поездки или нет. Если планируете поездку и думаете, я сейчас себе куплю вот такую travel версию. Если вы никогда не пользовались вот этой серией до этого, так не нужно делать. Потому что она вам может не подойти, вы испортите себе отпуск. Но в отпуск берите то, что проверено. Если вы хотите кого-то познакомить с люксовой корейской косметикой, тогда да, это очень хороший вариант, как подарок, отличный. И Sulvasu тоже. И закончились у меня почти вот один, да, одна капсула осталась здесь. И одна капсула осталась здесь. Это капсулы, это капсулы VLH. Я считаю, что это одни из лучших средств, которые я вообще пробовала в корейской косметике. Но здесь есть свои минусы. Значит, здесь есть цинтелла, зелененькие. Они мне понравились меньше всего. Они очень водянистые, но на снятие покраснений работают хорошо. А вот коллаген шикарен. И шикарная еще гиалуроновая кислота. Она закончилась раньше всех. А вот эти два еще чуть-чуть держатся. Но коллаген и коллаген я уже купила себе, ампулу такую, не в маленьких ампулах VLH, а прямо такая полноценная. И гиалуроновую тоже бы купила, прям очень хочу. Они не бюджетные, но того стоят. Я прям влюбилась, очень довольна. Друзья, вот и все. Вот все, что я хотела вам рассказать. Я надеюсь, что я говорила достаточно быстро, чтобы вы не утомились. И достаточно медленно, чтобы вы все услышали, все поняли. Я извиняюсь за дядечек, которые стригут газон. Но надеюсь, что видео все равно было вам интересным и полезным. Что вы хорошо провели время, как и я провела его с вами. И мы обязательно увидимся здесь, на моем канале на следующей неделе. Не забывайте, что есть инстаграм, где мы общаемся на очень интересные темы. Я стараюсь довольно часто в последнее время постить сториз. Поэтому, если хотите, обязательно подписывайтесь. И я, как всегда, желаю здоровья и сияния вам и вашей коже. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok